Какой вы совершили самый жесткий поступок в жизни, о котором не жалеете? Когда мой отец умирал и мучился от боли, я был единственным, кто сказал врачам, что он уже достаточно натерпелся, и мы не можем больше видеть его страдания. После этого врач ввел ему какое-то вещество, я полагаю мегадозу морфия, и через несколько минут он тихо скончался. Может быть, эвтаназия и не закон о Великобритании, но врачи, у которых есть чувство сострадания, понимают, как можно помочь человеку. Я не жалею об этом, потому что мой отец взял с меня обещание, что я позабочусь о нем, когда он заболеет или состарится. Мне жаль, что он заболел, но так и не успел состариться. Я порезал себе руку в детском саду и обвинил в этом пацана, которого дико ненавидел. Он был хулиганом и постоянно задирал юбки девочкам, а также воровал у меня еду, поэтому я решил, что ему тут не место. Я добился его исключения из сада. Я планировал убить человека. В детстве мою лучшую подругу часто домогался ее отчим, но об этом знала только ее семья. Как-то раз всю эту историю показали по телевизору в одной из передач, в которых показывают всякие трагические события. Меня охватила ярость. Я был молодым глупым пацаном, жившим в фавелах, и знал пару не очень хороших парней. Я попросил их об одолжении, сказал, что я буду работать на них, если они убьют этого сукина сына. Мы приехали туда, но дом был абсолютно пуст. Оказалось, что после новостей по телевизору он сбежал. Мне очень повезло, ведь я мог бы просрать всю свою жизнь. Мы с сестрой ходили в одну школу, она на год старше меня. Один чел все время не давал ей спокойно жить, превращал ее жизнь в сущий ад. Она тогда очень часто плакала, что было и остается очень-очень нехарактерно для нее. После нескольких недель происходящего, моя мама попросила меня избить его. И сказала, что если из-за этого в школе у меня будут неприятности, меня не накажут дома. На следующий день у меня появилась возможность осуществить задуманное. Я сидел в классе и увидел, как он идет по коридору в мужской туалет. Я сразу же попросил разрешения выйти. Тихонько открыв дверь туалета, я увидел, что он сыт в писсуар. Я жестко пнул его по заднице в сторону писсуара, после чего отхуярил его как следует. Я сказал ему, чтобы он оставил мою сестру в покое, иначе я повторю то же самое. В тот же день моя сестра вернулась домой радостно, и больше у нее никогда не было проблем в школе. Она лет 20 была не в курсе произошедшего. Я ни капли не жалею о том, что сделал это. Изменено. У меня не возникло неприятностей. Надо отдать ему должное, он никому ничего не сказал. И я тоже. За эти 20 лет ничего такого не случилось. Мы просто никогда не говорили ей. До того самого дня она просила его, чтобы он прекратил над ней издеваться. Видимо, она подумала, что он ее услышал. Она была так счастлива, что он от нее отцепился. В моменте все прекратилось и забылось. Но пару лет назад мы как-то собрались на семейный праздник и стали рассказывать старые истории из жизни. Я рассказал про тот случай. Мы посмеялись, она обняла меня и все на этом. Я перестал отвечать на сообщения парня, с которым мы начали дружить. Вначале все было хорошо, мы очень быстро сблизились. Но после в общении стали появляться трещины, которые выросли до размера гигантских черных пропастей. Его истории не соответствовали реальности. Он постоянно выдумывал что-то новое и фантастическое. Он звонил мне в 3 часа ночи и тупо рыдал про то, что у него болят кости, и он видит какой-то темный силуэт. Мне было 19 лет, и я была очень растеряна и напугана. Я не могла никак со всем этим справиться и не чувствовала себя в безопасности. При этом он никогда не слушал моих советов, которые я давала ему, пытаясь помочь. Так что я просто перестала брать трубку. Я перестала соглашаться на встрече с ним. Я полностью исчезла из его жизни. Год спустя наш общий друг и по совместительству мой бывший парень сказал мне, что он умер от рака костей. Я была просто опустошена. Эта ситуация травмировала меня на долгие годы. Получается, все это время он нуждался во мне, а я просто бросила его, и он умер в одиночестве. Тот случай по сей день оказывает негативное влияние на то, как я выстраиваю с людьми свои границы. Через 5 лет после случившегося, мне сказали, что все это было ложью, и у него никогда не было рака. Или был, но парень лежал в коме. Или он переехал. Я не знаю точной правды, но я точно знаю, что вычеркнуть этих двух лжецов из своей жизни было правильным решением. После того, как в этом году мой отец заразился ковидом, мне пришлось принять решение и отключить его от системы жизнеобеспечения. Он пару недель был в коме. Одно из его легких было полностью убито. И я не мог больше смотреть, как он разваливается на части. Мой отец был крупным мужиком. Он постоянно много работал на свежем воздухе. И было до жути тяжело видеть, как он постепенно становится тощим, и у него вовсе не остается мышц. Я знал, что даже если бы он как-то переборол болезнь и выкарабкался, он бы остался в таком положении, что всю оставшуюся жизнь был бы несчастен и подавлен. Я не жалею о том, что сделал. Я думаю, что это было правильным поступком для него. Но я все время буду по нему скучать. Он был моим другом. В средней школе была компания пацанов, которые окружали меня в углу коридора и пытались зашугать. Я был идеальной мишенью для этих маленьких говнюков. Я был невысоким, худым пацаном. И у меня было и до сих пор есть тревожное расстройство. Как-то раз мне это просто надоело. И я спросил у друга, может ли он одолжить мне лишний карандаш. Я заточил его как следует и, увидев одного из тех пацанов в коридоре, подошел и проткнул им ему ногу. Говнюк получил по заслугам. У меня была знакомая девушка, в которую я был влюблен, но мы просто дружили. Она подверглась насилию со стороны своего парня. Из уважения к ней я не буду рассказывать подробности того случая. Но просто скажу, что он был конченным уродом. Он был старше нас обоих и очень религиозен. Часто ходил в сельскую церковь, а ей тогда было 15. Так вот, однажды ночью она позвонила мне и попросила о помощи. Было около двух часов ночи, и она рассказала мне, что подверглась сексуальному насилию с его стороны. Оказалось, что он бросил ее в глуши в сельской местности. Я поехал туда, чтобы забрать ее. И она рассказала мне, что конкретно произошло. После этого мы написали про всю эту историю на плакате и повесили его на церковной доске объявлений. Люди постепенно начали обращать внимание на этот случай. Но на тот момент мы еще не раскрыли имя этого человека. Это было глупо, я знаю. Но мы были молодыми и чувствовали, что таким образом мы ему отомстили. Так или иначе, все больше девушек стали выходить на связь и рассказывать нам об издевательствах того парня над другими. Оказалось, что он был неравнодушен к молоденьким девочкам. И он нападал на них, домогался и избивал. Мы собрали всю информацию, сделали плакат с его фотографией и всеми анонимными свидетельствами и снова повесили его на церковной доске. Через время парня нашли мертвым. Официальная причина – покончил с собой. Но есть много доказательств того, что это было убийство. Изменено. Вероятно, кто-то другой совершил правосудие, инсценировав самовыпил. Но мы не знаем наверняка. В любом случае, есть вероятность, что я косвенно ответственен за смерть этого парня. Но учитывая, каким ужасным типом он был, я не уверен, что мне от этого плохо на душе. В свое время я работал в офисе, который находился в одном помещении с заводом. Туалеты в офисе были заводского типа. Очень большие, со множеством кабинок, писсуаров и пристроенной раздевалкой. Как-то раз после обеда я зашел в мужской туалет, чтобы сбросить лишний груз. Через несколько мгновений, после того, как я сел на толкан, сработала сигнализация, оповестившая о надвигающемся торнадо. В течение нескольких секунд в туалете собрались все, кто был в моем кабинете, так как мужской туалет был установленным убежищем в условиях торнадо. Я сидел в течение нескольких минут и не двигался. У меня на лбу выступил пот, брюки были опущены до лодыжек, а торпеда была готова к вылету. Как вдруг меня окружили несколько сотен коллег. Внезапно я понял, что никто не знает, кто находится в какой кабинке. Осознав это, я выпустил на волю чудовищную какаху. Такую, от которой воняет на все здание. Я слышал, как мои коллеги вокруг меня начали стонать и задыхаться от отвращения. Казалось, что некоторые из них вообще вот-вот вырвут. Один из коллег выпрошал помощи у Иисуса. Я знал, что все они стоят плотно друг к другу, а у меня наоборот было достаточно места для меня одного. Закончив свои дела, я не стал смывать, зная, что тогда я себя выдам. Я дал им всем возможность пропитаться моей вонью. Казалось, что прошла целая вечность. Люди кашляли, задыхались и матерились. Наконец прозвучал сигнал, что все в порядке. И челы рванули в коридор. Я подождал немного, смыл говно. А когда я вышел из кабинки, туалет уже был пуст. Я вымыл руки и вернулся на работу, как ни в чем не бывало. На следующий день челы, работающие на этаже, сошлись во мнении, что вероятным виновником адской вони был наш коллега Дэрил. Я ничего им не сказал. Годы спустя, даже когда Дэрил уже вышел на пенсию, люди все еще вспоминали о том, как он надрестал во время торнадо. И нам всем пришлось нюхать эту вонь. Дэрил был ленивым куском дерьма. Я ни о чем не жалею. И если бы мне представилась такая возможность, я бы сделал это снова. Когда мне было 13 лет, мой очень злой и дико бухой отец замахнулся на мою собаку, пытаясь ее ударить. Я пинком спустил старого ублюдка с лестницы, сломав ему все ребра с левой стороны, а некоторые даже дважды. К тому же у него было пробито легкое. После этого я сразу же вернулся к просмотру придурков из Хазарда. Примерно через 5 часов домой пришла мама. Она спросила, где отец, и я сказал ей, что он лежит на полу в подвале. Почему? Да он настолько нажрался, что упал туда. Она спустилась в подвал и ругалась на него минут 20. Но большую часть времени он был без сознания. Тогда она позвала моего дядю, чтобы тот пришел и помог мне отнести его наверх. Моя собака не подпустила дядю к старику, несмотря на то, что он чуть ее не ударил. Поэтому мне пришлось нести его наверх самому. Я был довольно крупным ребенком. Любой, кто хоть немного знаком с оказанием первой помощи, а я шарил, ведь я был скаутом, знал бы, что так делать нельзя. Мне пришлось завернуть его в одеяло, перекинуть через плечо и нести, словно я Санта-Клаус с мешком подарков. В течение следующих 4 дней он протрезвел достаточно, чтобы отправиться в больницу. Там ему поставили верный диагноз и назначили лечение. Из легкого выкачали жидкость и наполнили кислородом. Там у него была возможность курить. Да, курить прямо на больничной койке. Однако в больничном меню не было алкоголя. Из-за этого у него начался абстинентный синдром. Тремор, делирий и все такое. Он все время кричал, уберите эту чертову лошадь с моей кровати. Как эта лошадь сюда попала? Потом, в своем воображении, он ездил на кровати по своему старому району, словно на Пекард. И описывал людям местные достопримечательности. Так продолжалось около недели. Затем, я не знаю, как это работает, врачи отказались выписывать его из больницы и перевели его в психиатрическое отделение. Там он провел 2 месяца или около того, проходя лечение от зависимости. За это время в нашем доме ни дети, ни собака, ни его жена не подверглись физическому, моральному или эмоциональному насилию. Ни разу. Впервые за последние 30 лет. В конце концов, его выписали. И к всеобщему шоку и неверию он больше никогда не пил. И не бил свою жену. И не издевался над своими детьми. Его внуки вообще боготворили его и бились за его внимание. Он стал добрым и щедрым человеком с отличным чувством юмора. Отец был для внуков большим источником мудрости. Со временем они назвали в его честь своих сыновей и вытатуировали его имя у себя на теле. В конце концов, он умер от рака. Когда он умирал, я обнимал его и смотрел ему в глаза, чтобы он не боялся и не умер в одиночестве. В течение последних 7 лет его жизни я был его главной сиделкой. И я нисколько не жалею о своих действиях в тот день. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какой вы совершили самый жесткий поступок в жизни, о котором не жалеете. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!